Договор о ненападении представителей политических партий подписали соглашение о честных выборах. Правда, не все. Международный розыск, фигурант дела о контрабанде краснокнижных хищных птиц из Хакасии сбежал. Крик о помощи девочке, которую весной сбила машина, срочно нужны деньги на лечение. Ряд социальных объектов в Таштыбском районе посетил сегодня глава Хакасии Виктор Зимин. Также в списке была и отдаленная деревня Карагай. Руководство республики на месте оценило, как реализуется программа поддержки малых сел Хакасии. Репортаж Алиси Калиниченко. Это 1 сентября в деревне Верхние Сиры будет особенным. Местные ученики начнут новый учебный год не в старой школе с печным отоплением, а в современном здании. Сегодня здесь торжественно открыли дом учителя. С одной стороны учебное заведение, с другой – квартира молодого педагога. Здесь хозяйка Анастасия Миягашева в деревню приехала сразу после института. Конечно, пришлось поработать в старой школе и пожить у родственников. Но сегодня все неудобства окупились сполна. Конечно, у нас школа была старой, холодной. По-всякому приходилось работать. А теперь в настоящих условиях это вообще красота. Несравнимо со старой школой. Тепло, красиво, уютно. Все оборудование новое. Прям блеск. Пока школу будет посещать всего 19 человек. Рассчитана она на 30. Но в деревне Верхние Сиры наметился демографический рост. Поэтому со временем школа наполнится. Виктор Зимин поздравил школьников с новосельем. Местному ученику Валентину Тодоякову этот день запомнится надолго. В июне мальчик написал письмо президенту страны и попросил ноутбук за хорошую учебу. Сегодня глава региона выполнил поручение президента. Ну что ж, поклон тебе от президента. Спортсмен он хороший. Спортсмен? Да. Хороший, противник, молодец. Тему образования глава Хакасия продолжил и в селе Таштыб. Здесь Виктор Зимин посетил строительную площадку детского сада, где предложил подрядчикам ускориться и сдать объект уже в этом году. Деньгами республика поможет. На встрече с местными жителями глава региона продолжил тему социального развития села. Таштыбский район – один из лидеров по количеству построенных школ, детских садов и ФАПов. Поверьте, это дорогого стоило всем. Что такое в селах стопроцентная комплектация врачами. Мы четыре года назад об этом не мечтали. Две трети территории Хакасии в сельских районах закрыты позиции по врачам. Мы считали, это одна из основных задач. Школы, ФАПы, кадры туда. Это было главное, чтобы народ поверил, что в селе можно жить. На примере села Карагай Виктор Зимин посмотрел, как реализуется программа развития малых сел. Еще весной в этом населенном пункте было полное запустение. Сегодня ремонтируется дорога, налаживается уличное освещение, строится социокультурный центр, где разместится клуб и медицинский кабинет. Шество над селом взяло Министерство культуры. В планах превратить Карагай в туристическое село. Местные рукодельницы уже приступили к изготовлению сувенирной продукции из натуральной овечьей шерсти. Олеся Калинченко, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Соглашение о ведении честной предвыборной борьбы подписали сегодня представители региональных отделений политических партий. С инициативой выступил Общероссийский народный фронт. Свидетелями подписания акта о политическом ненападении стали члены избирательной комиссии и журналисты. В соглашении несколько пунктов. Партии обязуются вести честную борьбу на предстоящих 8 сентября региональных и муниципальных выборах, соблюдать законодательство, не применять административный ресурс в агитации, избегать черного пиара, исключить подкуп избирателей в любых формах и не допустить нарушений при подсчете голосов. Представители КПРФ и Справедливой России отказались подписывать соглашение и покинули зал. ЛДПРовцы тоже не присутствовали на этой церемонии. В итоге подписи под документом поставили представители семи политических партий. Это Единая Россия, Партия пенсионеров России, Коммунисты России, Альянс Зелёных Народная партия, а также Патриоты России, Экологическая партия Зелёный и Российский союз садоводов. Соглашение направлено, прежде всего, на мой взгляд, на то, чтобы сохранить в Республике Хакасия стабильную социально-политическую ситуацию, независимо от того, проводятся выборы на территории Республики или не проводятся. То есть избиратель должен спокойно выбрать легитимную власть, которая будет представлять его интересы в течение последующего срока полномочия. Надеюсь, что политические партии, которые не подписали данное соглашение, также будут действовать в рамках законодательства. К широко разрекламированным Ивановским озерам в Орджоникидзовском районе Республики растет поток отдыхающих. Однако путь туда затруднен. На дороге труднопроходимые участки. На одном из них все же начались работы по реконструкции. План сдачи объекта – ноябрь этого года. От районного центра до периферийного поселка Приисковый 110 километров пути. Дальше Ивановские озера. Местных жителей дорога дальше беспокоит мало. В основном туда едут туристы из других регионов. Но можно ли туда проехать, звонят в Приисковый, узнать обстановку. Если не пробраться до поселка, значит и на озера тоже. Прежде чем приехать, стали звонить знакомым, можно ли проехать на поселок. Слышали, что такая ужасная дорога, невозможно даже на УАЗике проехать, либо еще на чем-то. Ну а такие иномарки, они даже не начинают двигаться в путь, бояться, потому что у нас своя личная машина, мы порвали бампер. Этой весной дорога и вовсе стала непроходимой. Машины не могли с хлебом пройти 3 или 4 дня. Сюда никто не мог проехать, это машины, и машины ломались, и проехать невозможно было. Там такая лужа и такая трактора, если они друг друга, трактор друг друга таскали. 147 подписей под обращением «Изменить положение дел к лучшему» сделали свое дело. Самый проблемный участок протяженностью 7 километров от поселка Орджоникидзевский до Подвинска Республиканский Минтранс включил в график с финансированием и сроком сдачи на этот год. Этот участок дороги мы должны сдать в ноябре месяце. Еще необходимо отсыпать 40 тысяч кубов земполотна, и потом самое главное будет отсыпка дорожной одежды. Объект имеет свои сложности. На 7 километрах 16 водных преград. Необходимо построить 13 водопропускных сооружений и 3 автомобильных моста. Даже подземные трубы отнимают немало времени, да к тому же проектировщики не смогли в этих сложных таежных условиях предусмотреть все нюансы. Кроме того, что установить трубу, еще надо сделать насыпь. Вот на этой трубе насыпь поднимается на 2 метра 30 сантиметров поверх трубы еще. Засыпка скальным грунтом и все прочее. Это дополнительная затрата, дополнительное время. Вот на этой трубе мы работаем уже вторую неделю. Скальный грунт, это не входит в проекты. Это уже дополнительные затраты и работы. Чтобы сделать качественную работу, надо было бы потрудиться. Из 10 миллионов рублей на строительство участка пока отпущен 1 миллион. Но работы дорожники не останавливают. Таежное лето короткое, то есть и благоприятные сроки строительства тоже. Всего миллион дали. Ну, финансирование желательно, чтобы было лучше, конечно. А вот эти 9 миллионов, их же где-то взять надо? Ну как, оборотные средства свои предприятия. Все равно же работают, она же не стоит. Где-то зарабатываем на других объектах, в другом регионе и вкладываем. В другом регионе, то есть в соседнем Красноярском крае. А вдобавок уже не один год, чтобы выжить, Арджиникизерская ДРСУ параллельно со строительством дорог занимается сельским хозяйством. Не подрабатывают у кого-то, а выращивают зерновые на своих собственных полях. Свыше тысячи гектаров. Урожайность, как у профессиональных полеводов, удается и коллектив сохранить, и подспорье в зарплате. И потому еще есть кому в районе приводить дороги в порядок. Около 500 учебных заведений республики, школы, детские сады, училища пройдут проверку готовности к началу учебного года. В Абакане муниципальная комиссия осмотрела практически все образовательные учреждения. Претензии инспекторов пожарного надзора и Роспотребнадзора удалось за лето устранить. На подготовку к новому учебному году всех школ и детсадов Абакана потрачено более 50 миллионов рублей из городского и республиканского бюджетов. В основном средства пошли на косметический ремонт здания. Еще одна статья расходов на учебную литературу. Впервые в этом году все ученики получат бесплатный комплект учебников. В среднем каждая семья сэкономит от 3 до 6 тысяч рублей на одного ученика. Выдавать учебники начнут с 25 августа. Кроме того, по городским программам в школах в течение трех лет заменят все окна, а также оборудуют системами видеонаблюдения. В этом году они смонтированы в двух школах. В штате появится специальная должность оператора охранных систем. На сегодняшний день успешно прошли проверку 57 образовательных учреждений города. Всего в городе 65 учреждений. Таким образом, завтра муниципальная комиссия закончит свою работу по проверке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Нужна срочная помощь. В нашу редакцию обратился Николай Евдокименко. Его племянницу весной сбила машина. Сейчас 12-летняя девочка в новосибирской клинике. На лечение нужна крупная сумма денег. Но необходимых средств в семье Евдокименко нет. 12-летняя Ксюша Евдокименко прикована к больничной койке почти полгода. Весной девочку в центре Абакана сбила машина. Водителю удалось скрыться с места. В результате происшествия ребенок получил сильные травмы ноги и спины. Сейчас девочка в новосибирской клинике вместе с мамой. Медики считают поправить здоровье ребенка реально. Но вот только на первый этап реабилитации необходимо полтора миллиона рублей. Таких денег у рядовой абаканской семьи, естественно, нет. Такие объявления с призывом помочь уже вторую неделю по Абакану расклеивает дядя Ксюши. Но пока внимание на письмо обратил только наш телеканал. Надеюсь, что поможет. Люди могут соперешивать. Может, у кого-то была аналогичная ситуация. Кому-то тоже помогли. Семья Евдокименко верит, что отзывчивые на чужую беду люди остались в наше время. Рассчитывать больше не на кого. Почему-то соответствующие структуры оставили Ксюшу и родственников один на один с этим горем. В отдел соцзащиты заходил, как мать, получается, одиночка, сестра у меня. Там ответили, что вас много таких матерей-одиночек. И все положенные по закону выплаты вам выплачиваются. На отдельные не рассчитывайте. А что по части сейчас требуется, на данный момент ребенок находится в коме. Во время съемок выяснилось, трубить во все стороны о помощи готовы общественники. Практика показала, порой только они способны собрать нужную сумму. Обратимся также в Минздрав обратимся, во все медицинские учреждения. Обратимся в государственные структуры, в соцподдержки. Но почему им не оказывается эта помощь финансовая. В любом случае выручить девочку сейчас может каждый сострадающий. Семья Евдокименко заранее благодарна за любую сумму. Необходимые полтора миллиона нужно собрать как можно скорее. Иначе ребенок останется инвалидом и будет прикован к кровати всю жизнь. Константин Кравцов, Алексей Голубев, Вести, Акассия. Главный подозреваемый по делу о контрабанде краснокнижных хищных птиц из Хакассии сбежал. Кроме того, стали известны подробности. Посольство Арабских Эмиратов, чей подданный главный фигурант дела, оказывало давление на следствие Хакассии. Расследование длится чуть меньше года. Все это время сотрудники посольства бывают в Хакассии практически еженедельно. Также на действия хакасских силовиков от них поступила жалоба в МИД России. Напомним, громко уголовное дело было возбуждено в прошлом году. Весной в Хакассию якобы на реабилитацию были завезены 29 кречетов и балабанов из Арабских Эмиратов. Их сопровождали три человека – гражданин Объединенных Арабских Эмиратов, Народной Республики Бангладеш и гражданин России, выходец из Сирии. Осенью, когда пришло время отправлять птиц за границу, ветеринары заподозрили, что пернатых подменили. Проверка подтвердила, действительно, птиц заменили на молодых, которых незаконно поймали на территории России. В октябре было возбуждено уголовное дело. Строек фигурантов взяли подписку о невыезде. В ходе расследования в деле остался один подозреваемый – гражданин Арабских Эмиратов. В декабре 2012 года он попытался улететь на родину, но был задержан в аэропорту в Красноярске. После этого мужчину заключили под стражу. Однако в апреле этого года снова выпустили под залог. 5 миллионов рублей за иностранного подданного внесло посольство Арабских Эмиратов в России. На очередной допрос подозреваемый не явился. В отношении него принята заочная мера арест. Мужчина объявлен в международный розыск. В Национальном архиве Хакасии открылась выставка памяти Геннадия Вяткина, посвященная 85-летию со дня рождения этого известного в Хакасии человека. Вспомнить и рассказать о нем в архив пришли его коллеги по работе, дети и друзья. Более 30 лет Геннадий Африканович работал в должности заместителя председателя обл. исполкома. И практически все крупные строительные объекты Хакасии и Абакана связаны с именем Геннадия Вяткина. Он сумел доказать в Москве необходимость открытия в Абакане троллейбусного сообщения. При его активном участии был построен современный аэропорт и спорткомплекс Саяны, телецентр, драмтеатр и сотни других объектов. Геннадий Вяткин награжден государственными наградами. Его именем названа одна из центральных улиц Абакана. Он курировал очень много отраслей, в том числе строительство, промышленность, дороги, авиацию, связь. И везде, я думаю, что он был достаточно сведущим и компенентным человеком. Память была уникальная. Он все очень много помнил, очень многое знал. И, по-моему, не было такого вопроса, на который он не мог бы ответить. К этому часу у меня все новости. Напомним, завтра на канале «Россия-1» в 10 часов 30 минут в прямом эфире пройдут дебаты представителей политических партий КПРФ и «Единая Россия». Не пропустите. Увидимся.